I have ways of blowing things off. Здарова ребятушки, с вами Аладушки и смотрите какая штука. Я убил босса, я был прав, эти ростки надо было мочить, но когда я выбегал оттуда, я еще даже камень не взял, просто бежал лечиться, я увидел тут вот такой вот ключ от шахты, просто, блин, валяющийся на полу, я не знаю, как это работает. Кстати, я потратил почти все зельки, там пошли и скорость, и ярость, и все, что хочешь пошло. Это у тебя... А что с тобой? Ладно. Хилок надо будет потом заново понаделать, потому что это вообще страшно, что там творится. В общем, ворота открываются только когда убиваешь... Фух, вот эти вот все отростки. Грибы там ходят, и за грибами я сейчас вернусь. Хоть эти ребята и плотные, но это экспа. Против экспа я не буду отказываться, я, по-моему, убил всех стреляющих, остались два плотных, которые пускают яд. Вот, но, по сути, надо сейчас просто пойти всех добить и забрать камушек. Посмотрим, как это все у нас сейчас получится. Тут до сих пор еще опасно находиться, меня один раз чуть не зажали. Я просто в последний момент убил одного чувачка, через него вырвался и смог сбежать. Но эти ребята все еще до черта опасны. Ножиком крит на десяточку. Эти грибочки, они, конечно, да, страшно опасны. Так, тебе похавать надо. Давай, языка у нас никакого не осталось. У нас есть черепашатина, она. Заработал себе два новых уровня. Все-таки, как-никак, столько грибасов перемочить, это вам не, тут вам не здесь. Ну, хотя бы, по крайней мере, такую компенсацию получим. Ну, где вы, уроды? Тут все грибами кишело. И мне все-таки кажется, что когда вот этот босс, вот эти отростки, они были живы, то грибы спаунились постоянно. Можно было бы, конечно, типа сказать, ну это же бесконечный спаун, экспей. Но тебя же оттуда, блин, не выпускают. Да, ну чё ты, ну тихо, блин. Ладно. Сейчас мы подождем, газ пройдет, заберем ножики наши. Я, в конце концов, перестал стрелять из ружья, потому что я понял, что мы вытаскиваем из ружья. Выстрелил там то ли три, то ли четыре раза. Пока мочил вот эти столбы. Блин, все равно заразится какой-то говной. Все? Фух. Легенда Киллхагана. Потеряв свой корабль и экипаж, Киллхаган не мог больше считаться капитаном. Оставшийся один, потерявший надежду и смысл жизни, он был готов наложить на себя руки. Но затем пришла ярость, а вместе с ней и новая цель. Месть. Киллхаган. Нам вот так нужно. Я вот это сейчас чуть не упустил. Итак, новый рецепт. И новая трава. Может я ящик выкину, просто он тяжелее. Я сейчас сложу еду в мешочек, а ящик можно будет, наверное, выкинуть. Те, кто его знает, что лучше. Сам по себе... Да, ящик 3 кило весит. Так что, наверное, мы его оставим. Надо будет наделать хиллок, но это я, наверное, между сериями уже побегаю и сделаю. Давайте глянем, что по уровню навыки легкое оружие. Вот, мне вот это нужно, да? Чтобы я мог кинжал носить. Отлично. И тогда его вторая рука станет не бесполезна. Теперь. Магия. Точность мне, по сути, не нужна, потому что заклинания попадают всегда. Магию огня можно качнуть. Или же концентрацию. Осталось, надо успеть просто быстрее. На третьем, на третьей, третьем мы достигли. 20. Я думаю, что я дальше... Огонь еще качну. Мы все-таки огнем пользуемся. Я надеюсь, что у нас там не будет потом твари, которые... Ой, отмычка. Фух, вот сейчас, когда здесь спокойно можно походить и все это рассмотреть, тут много интересных вещей. Но когда ты тут в панике убегаешь от психованных грибов... Еще один мешочек. Торбочка. Это мой. О! Осколок кристалла исцеления. Полностью исцеляет группой, возвращая к жизни. Ага, это круто. Бомба. Тоже хорошо. Ключ от соединения. От соединения. Так, хорошо. У меня есть золотой ключ. Ключ соединения. А, кстати, кинжальчик. Опа. 23.67. 15.43. Зато еще... Ай, блин, но он... А я не уверен, хочу ли я так. Я смогу два раза бить, но вот этот удар у меня сильнее. И так, да. И вот этот ключик тоже сюда. Ну, вот ты у нас будешь с ключами возиться. А бомбы... Вот тебе. У тебя будет четыре. У кого оставшиеся бомбы были? У мага, да. Магу не нужны бомбы, бомбы нужны тебе. Третья. Опять же, да. С хилками мы разберемся потом. Тут очень много приятных вещей лежит. Если отсюда не убегать, а просто по-человечески тут походить, то можно найти нужные вещи. Череп, например. Офигеть. Три, между прочим. И они не стакаются. Ну. Ладно. Череп. Череп нам дает как раз хорошо. Так, вот хилочка. Сколько я тут бутылок? Шесть выжрал, наверное, пока пытался. А это что такое? Шляпка гриба. Ну, покушай. Ты же с них какой-то лут нападал. Да, да, да. Еще одна хилочка. Знаете, что я заметил? На самом деле, я это заметил еще в прошлой серии, но вот забыл сказать, и теперь скажу об этом в этой серии. Теперь нам не нужны бутылки. Помните, как в первой игре нам нужно было после каждой выпитой бутылочки пустую бутылочку откладывать в сторонку, чтобы потом в нее же намешать новая зелька. Тут они отошли от этой механики и... Вот здесь патрончиков. Отошли от этой механики, и теперь зельки нам не требуют бутылочек. Они теперь просто мешаются из разных травок. Типа бутылочки у нас автоматические. А там что за место? Оп, стой, 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 стой. Я тут пробежал что-то. Еду пробежал. Хорошо. И еще одна хилочка. Ну, в принципе, три хилочки мне восстановили. Я потратил сколько? Пять хилок. И три мне восстановили. Терпимо. Как там ключ просто так на полу лежал, вот этого я до сих пор не могу понять. То ли я его не заметил, то ли он появился уже после того, как ворота открылись. Вот это тоже интересная фишка такая. Но одним из этих ключей мы сможем сейчас открыть... Что-что, блин? А, вот. Это выглядит, знаете... Я не хочу кидать, но, видите, вот эта штука, она выглядит, как будто сюда что-то приложить или положить. Хорошо. Вон там дверь, которую нам надо вроде было открыть. Пойдемте глянем. И тут... Погодите, оно же... Я что-то не вдупляю, да? Тут нет, замочной скважины. И приложить ключ я тоже не могу. А мы видели где-то... Я помню, что я вроде видел где-то замочную скважину. Такую необычную какую-то... А где ее видел? Не могу вспомнить. А, ну так вот она, собственно, блин, чей-то плю-то. Да, это сюда. Хорошо. Пойдемте глянем, что у нас тут. Тут кристалл, как минимум. И хронометр. А зачем он мне? Уже три часа до... А-а-а... Мне его не обязательно, кстати, даже в руке держать. И компас не обязательно в руке держать. Круто. Три часа до полудня. Испытание хранителя рун. Хранителя рун. Я пока не знаю, что это значит и что мне... Каких рун, что мне делать? Так, кстати, камушков... А, у меня их два. Да, все нормально. Я хотел сказать, почему он у меня один, но у меня их два. Самоцвет могущества... То есть я понимаю, что неважно в какой очередности их собирать. Главное, чтобы типа четыре и все норм тогда. Там посох. Испытание хранителя рун. Странное место. Хорошо. Но если эта дверь открылась, возможно и вторая дверь открылась? Есть такой вариант? Фиг такой вариант. Они есть. Не ясно. Может я оттуда с другой стороны как-то приду. Ладно. По крайней мере мы прошли довольно сложного босса. Не знаю, ребят, как кому, мне он был сложный. Грибы всегда была сложная тема. Еще в первой игре было парочка моментов, где грибы прям заставляли содрогаться. И здесь оно не исключение. Хорошо. Посмотрим. Кстати, тут у нас щит лежит круглый. Увеличил. Уклонение четыре. Уклонение два. Ну, давайте так. Давайте вот так пока что. У тебя перегруз, да? Груз, груз, перегруз. Кинжальчик мы, кстати, положим сюда. Сколько ты весишь? Мало вообще ты весишь? Язык 2,4 кило весит. Серьезно? Так, кто у нас голодный? Кто хочет язычка пожрать? На тебе. Даже не пожрать, просто переложить. Что, что, что? Вот так вот просто в уголке стоит зелька какая-то. Я вообще без понятия, что это. Противоядие. Ооо. Как вовремя-то. Кстати, да, зельки, они что-же что-то весят. Я сейчас попил зельк, облегчил себе немного рюкзак, но... Я могу, по сути, эти два камня... Они же ничего не весят. А, они вес 0,2. Ну ладно. Я могу их сразу выложить. Но оно мне надо. Наверное, нет. Кто его знает? Хорошо. Что, пойдем тогда нырять, получается? Это дело неблагодарное, но... Нужно. Там вон какая-то фигня есть. А, вон там лестница есть на том берегу. Значит, как минимум мы туда можем выйти. Эх! Хе! Промазал. Попал. Погоди, дружище, так я тебя, может, покалечу немножечко, а? 36 тебе в задницу. Не хочет он со мной дружить. 92, кстати, неплохо ему прилетело, так. 51. 24. Язык сюда. Щит сюда. Ну что, он у меня щит забрал. В принципе, не так много. А, у нас тут, погодите, двухуровневая вода, что ли? А, у нас тут, погодите, двухуровневая вода, что ли? Не задыхайтесь. Все нормально. Так, это я вот этот кусочек сейчас открыл, да? А, каким образом? Тут вода на два уровня. Если я сейчас сюда упаду, я отсюда не вылезу. Минут через вторую лестницу. Тогда погодите. Я сначала, наверное, схожу вон туда. На ту сторону. Поздно. Дальше. Моя неуклюжесть все решила за меня. Так, а вот этот сундучок как у нас открывается? Я бы хотел открыть его. Так, подождем, поспим. А, теперь мы видим, какая... О, вот это, кстати, классно. Видели? Теперь мы видим, какое время суток у нас на дворе. А, это... Черт. Понял. Тут надо что-то оставить. Что-то оставить. Итак. Что мы можем? Факел оставим, дропнем его, и там что-то открылось. Не знаю, что. А, это сундук, собственно, открылся. Свою за ногу. И мне дают факел. Стрелы, бомбы электрические. Так. Так, 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 ребят, у меня тут прям много всего. Погодите. Мясо. Вот ты сюда идешь, рецептик. Теперь бомбы сюда. И... Что там еще положил? Стрелы где-то какие-то были, да? На, язычок скушай. Кому я стрелы отдал? Факел. Факел идет сюда. Его, кстати, даже еще и можно будет, если... Вообще по-жадному, его еще и подобрать можно будет потом. Арбалетные стрелы. Ах, сколько у меня там всего-то уже, а? У меня четыре вида бомб. Лук. Дротики. Камень. Один. Давайте его, кстати, сюда. Может, кстати, смотрите. 6.18. Может, мне лук, кстати, поставить? Требует стрелковое. Он не требует ничего. Надо подумать над этим. У меня пять стрел. Я вот не знаю, стрелы здесь тратятся или нет. Вот в чем вопрос. Хорошо. Можно пойти поисследовать вот эту часть. Я уверен, тут будет что-то интересное, если я не сдохну. А я могу? Тут отмычка. Чертова лестница передо мной, да? Да. Хорошо. Ага. Я даже немного жизни потерял. И вот сюда еще. Там есть травка. Которую я сразу не заметил. Вот я сейчас точно начну задыхаться. Причем сильно. Все, да? Да. Так, рыбку мы поймали. Кпшечку восстановим. Вечер на дворе. Итак, значит, лестница есть только с этой стороны. С той стороны никак. Это нужно обходить отсюда. Но это не проблема, потому что тут мы уже все пооткрывали. Все, включим. В воду не прыгаем. Нам не надо. Хм. Как по мне, хорошо сходили, хорошо разведали. Сколько у нас отмычек? Одна. Три. Три отмычки. Это радует. Черт, как глупо-то, да? То есть там просто падаешь. Нужен. Я в прошлый раз точно так же упал. Я теперь это вспомнил. Чуть-чуть хп-шки потеряли. Осторожно сейчас идем. То есть по стеночке вообще. То есть вообще по стеночке. Вот так вот. Хорошо. Искупались. Ну что ж. Здравствуй, великий новый мир. Ну, по крайней мере, новые неисследованные территории в этом большом и новом мире. Я продолжаю ходить без хилок. Почему-то вот я не знаю. Вот как-то оно мне... Сапожки. А у тебя такие же. Четыре. Четыре, да. А у тебя? Здесь все пооткрывано. И у тебя такие же. А у тебя? У тебя какие-то прям хорошие. У тебя тапочки на один. Вот тебе сапожкой на четыре как раз самое то. Супер. Рычаги. Понял. Рычагов дофига. Подсказочку. Пульки. Ключи, кстати, видите? Соединение. И у нас тут ключ от соединения. И все заработало. Хорошо. Я не знаю, что мне это даст. Блин, рычагов. Просто уйма. Рефлексус. Это новая модель Лексуса. Типа рефлексус. Не буду пока ничего дергать. Не знаю, что это мне даст. Пойдемте сюда сходим. Серьезно? Это у нас... А-а-а. Речные тоннели. Я открыл себе второй шорткат. Погибшие корабли. Мрачные топи. Супер. То есть это у нас просто шорткатец. Это не... Теперь знаете, что мне интересно? Здесь можно, по идее, тогда найти где-то... Один элемент мы нашли под землей. Один элемент мы сейчас... Тут, кстати, место закрыто еще. Внизу. Я не знаю, как его открыть. А нам надо, чтобы типа все вверх? Тихо? Погибших кораблей. А-а-а... Погодите. Я, по-моему, понял логику, как это все происходит. Сейчас, 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 вот так. И вот так. Тут все наверху. Теперь надо, чтобы тут было все наверху. Для этого. Если я, если, если все так и есть, что мне реально нужно все наверх, а если нет. Они сейчас в разных положениях. Мне это не нужно. Мне нужно, вот. А, да. Погодите. Там все быстрее сложилось. Сейчас, 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 секунду, ребят. Тут вот так. Тут вот так. Вот так. И тут все наверху. И тут все наверху. Тогда, блин, что вы от меня хотите? Или, наоборот, все вниз должно быть? Кстати, вот эту зеленую плесень-то я не увидел сразу. Все. Я могу сделать все вниз. Хорошо. На этой ступени это не сложно. Хорошо. Договорились. Так. Три камушка. Супер. Но это три. Мне, черт побери, нужно четыре. Куда мы тут можем пойти? У нас там есть намеки на какие-то нерешенные вещи. Не то, чтобы нерешенные. Видно, что там есть места, куда можно пойти. Но как туда пойти? Я не знаю. К тому же у нас есть, вроде как, подводный проход дальше. Но он закрыт. Хм. Ладно. Возможно, я где-то упускаю какой-то... Секретный проход. Подождите. Вот здесь... Выглядит так, как будто вон тот кустик. Видите, его можно... А что, если его можно? Вон там, видите? М-м-м. Он разбивается. Я не знаю, зачем мне это. Да, я потратил еще два ножа. Но ножи не особо эффективны, поэтому я ими более-менее раскидываюсь. О. Хорошо. Хорошо. А вот это что за место? Тут, кстати, два камня есть. Ну, опять же... Оу, вот тут я не был. Погодите. Да, тут я не был. Внизу. Так а... Понял. Я хотел сказать, что внизу, но, видимо... А-а-а-а... 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 Так, заперто. Твою занову. Я выкопал мимика. То есть, по идее, вот это должны были быть обосрадушки в первый раз, да? О-о-ой, блин, еще и повреждения ног. Твою занову. Мне хилка хоть одна, хоть у кого-то осталась? Ха-ха. Нет. Ха-ха-ха. Как все хорошо. Значит, мешок, погоди, на. А-а-а... Тут... Берем... О-о-у, а я теперь большие хилки делаю. Как неудачно-то, да? Так, хорошо, подождите, ребят, минутку. Я сделал не парочку хилочек и раздал вот людям, чтобы у них было что-то хотя бы. А-а-а... Фишка в другом. Так, язык нас... Ага, теперь все перегружены. Ха-ха-ха-ха. Классно. На, съешь. У нас тут есть еще вот такой кристалл. 0,3. Давай это тоже тебе отдадим. Ты у нас маг, ты у нас будешь... Вот. Полностью восстанавливает заряд магического предмета. Работает только с предметом, имеющим ограниченное количество применений. В общем, такой кристальчик. И тут факел у нас. Но факел я, наверное, даже брать не буду. У меня проблемы с весом дичайшие. А, я даже не знаю. Вот тут у нас еще хавчика просто дофигища. Может просто от ящика избавиться. Этого камня еще чертовы. Наверное, я сейчас так и сделаю. Потому что... Вот у меня есть мешок. Я весь хавчик этот в мешок переложу. Ящики по 3 кило весят. Ну их нафиг. Очень тяжелая штука. Ненужные вещи пока вот так вот сложны. Тут стрелы от арбалета. Я понимаю, да, но... Хорошо. Но это не решает мои проблемы. Ну то есть, внизу, да, все хорошо, все нормально. Я это вижу. А что дальше-то? Ну то есть, да, я нашел классную секретку. Даже не сдох от нее. Так, у тебя будет идти изнемождение. Ой, у тебя еще одна отмычка есть. Прикольно. Я что-то не видел, что они у меня настолько разбросаны. Никто перекусить не хочет еще? Я не хочу едой разбрасываться. Может вот эти щаблеты, кстати, на один выложить? Ну, потому что они мне, наверное, вряд ли понадобятся. Эти и то на два. Хотя это защита, живучесть. А, наставлю их тут. Ясно, понятно. Вот, да, это было довольно интересное местечко. Так. Сундуки мы подобрали. Тайничок нашли. Ну, вот то место, куда я нажим металла, но все равно меня довольно-таки смущает. И я не знаю, что мне с ним делать. Мне кажется, туда как-то можно попасть. Но как, я тоже не знаю. Место в подземелье, которое заперто. То есть, видите, вот там, вон наверху. Давайте. Там что-то есть. Слушайте, может веревкой забраться туда? Здесь нельзя. А как тогда можно? Я же могу туда наверх попасть. А, это веревка у нас только для спуска. Хорошо, хорошо. Я вас понял. Давайте веревку пока уберем. Камни можно, наверное, сложить. Но я не уверен, если я хочу вот этот элемент получать прямо сейчас. Я сейчас быстренько, наверное, тогда еще гляну внизу. Ничего ли я там не забыл и не упустил. Поскольку врагов-то не осталось, я могу себе позволить спокойно походить. Все ключи я использовал. Как мне кажется. Кроме золотого, конечно. Золотой я приберегу. Все ключи я использовал. Вот это загадка, да. Вот что меня держит. И, ну, знаете, фишка-то в чем, что... Это артефакт. Это артефакт, но... И давайте я всем нажму просто. Не в определенном порядке, а просто все. У меня есть достаточно факелов для этого. Нет. Это все-таки нужно определенный порядок нажатия. Я не знаю, это получается, что... Или, в самом деле, подсказка для меня... Испытание хранителя рун. Хранители рун. Чародей. Тень. Мулрег. Ладно, я пока ухожу. Я не знаю, что с этим делать. Сейчас еще вторую дверку быстренько гляну. Я так предполагаю, что... Как раз... Оп, где она? Вот здесь. У нас проход туда, куда нам нужно. Но его я открыть тоже не могу. Причем там хоть замочная скважина была. А здесь нету ничего. Да и ключ я уже использовал. Какое-то колечко дернуть. Без понятия вообще, что происходит. Так. Хорошо. Куда мы можем ломануться? У нас есть тут кристалл, кстати, в подземелье. А, это у нас подземелье с бонусами. Ну что ж. Отсюда... На кладбище, кстати, я тоже еще не ходил. Я не знаю, что там делать. У нас есть еще подземелье... Как оно называется-то? Руины Дезаруна. Там мы еще не были. Но я не знаю, стоит ли мне тут... Ну, как бы тут я вроде все исчерпал. Все, что можно было. Есть вот это... На болоте есть вот это интересное место, которое я без понятия, правда-неправда, могу ли я туда попасть или не могу. И также есть вот место тут в подземелье, где я сейчас нахожусь. Мне как-то надо попасть за эту дверь. И есть секретик. Вот, собственно, и все места, куда мы можем сейчас сунуться. А еще можем вот эту травку подобрать. Я из-за алхимии стал делать себе лучшие бутылки большие. Они теперь больше восстанавливают, но они также больше весят. Нет, некоторые загадки очень понятные и логичные, а некоторые я не могу понять. Причем, видите, там кусочек... Как будто там какая-то секретка, куда тоже можно попасть. Неизвестно, как и где. Погодите, а храм-то я не посмотрел на наличие скрытых камушков? В смысле, в стенах. Кнопочек. Ну, их тут нет. Хорошо. Моя твоя понимать. Пойдем дальше. Может, нам теперь... Ой, я, кстати, могу теперь не через воду выйти, а по-человечески. В ком-то веке. Давайте вот это место себе в памяти освежим. Что у нас тут происходит и зачем оно? О-о-о-о! Погодите! Вот этого я не видел. В дупле притаилась записка. Письмо! Ты впал в отчаяние? На твоем пути снова не обор... Необоримый враг. Фигаси, необоримый. Ух ты ж. Уже сломал всю голову над моими коварными шарадами? Кстати, да, чувак, спасибо. Так почему бы не отправиться куда-нибудь на поиски новых приключений? Возможно, это натолкнет тебя на озарение. Или же поможет отыскать магические артефакты, которые пригодятся в странствиях. А может, тебе повстречается зверь, который оторвет твою голову... Твою бедовую голову? Оно тут раньше было или нет? Вот что мне интересно. То есть... Я эту записку пропустил? Факел. Просто факел лежит, если что. Факелом можно драться. Да. Да. Я забыл об этом. Ну что ж, как минимум сюда тоже сходили не зря. Почитали издевательскую записочку. Тут у нас обычная ночь. Так. А вот сюда, как я попадаю, напомните мне... А, в смысле, напомните, никто... Никто мне не говорил, как сюда попадаю. Также у нас был парень, который говорит, там есть... Там метеорит. Еще был... Ну, парень, я имею в виду вот эти головы говорящие. Еще один говорил, что вот здесь на болоте есть... На топях есть его близнец. В общем, много кто что говорил. Не знаю, ребят. Как по мне, давайте эту серию сейчас тут и закончим. Глядя на вот этот вот кристальчик, мне нужно подумать. Потому что у нас есть места, куда мы не попали на топях и в подземелье на топях. Но я не знаю, как туда попасть, как отгадать эти загадки. И, получается, на кладбище тоже я пока что не знаю, как мне продвинуться дальше. У нас остается одно место, вот в подземелье, куда мы можем пойти. Кстати, там какая-то еще дверка недооткрытая. Вот это вот, видите? Надо будет глянуть, что это и почему. И зачем, в общем. Все. Я так полагаю, что в следующий раз мы с вами пойдем в руины Дезаруна. Если вдруг мне ничего не придет в голову между сериями. Я люблю посидеть, подумать над тем, что я могу пустить и что вообще происходит. Но если в голову так ничего не придет, то, видимо, да, мы пойдем в руины. У нас довольно большой кусок карты уже открыт. Так-то по-хорошему. Это радует. Все, ребятушки. На этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем удачи. И всем пакета. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok